Мы давно не видели очень грузинских фильмов, да, и вот твой фильм, наверное, станет первым грузинским фильмом, который будет не только на фестивале, как вот, ну, на фестивале показывают грузинские фильмы практически, но который выйдет в российский прокат. Что ты вообще по этому поводу думаешь и чувствуешь? Сейчас главная проблема для грузинских фильмов, что нет выхода в другие страны вообще, то есть нет опыта, то есть как это можно, не было в принципе таких, до недавнего времени не было таких более-менее успешных фильмов, которые можно было продвигать в другие страны, все оставалось в рамках Грузии. Я говорю про постсоветское грузинское кино, за редкими очень исключениями, поэтому каждый шаг в этом направлении очень важен, потому что он подкроет какие-то другие возможности, да, не только финансовые, просто и плюс человеческие, какие-то эмоциональные, это в чем-то очень важно, что люди смотрят кино в других странах, то, что ты делаешь. Тем более, что Россия, и потому что исходя из той трудной ситуации, которая есть между местами, я думаю, что кино, трудная ситуация, она остается на уровне, я все равно надеюсь, на уровне политики. И я думаю, я надеюсь, что на уровне людей какие-то мосты, которые, человеческие мосты, нужно наложивать, потому что я думаю, что многие мосты, они существуют, многие больше не существуют, и можно нашему поколению какую-то ответственность на нас лежит, чтобы этому способствовать, да, потому что какие-то ценности, какие-то, не знаю, доброта объединяет, да, то есть она должна, через искусство, мы должны это как-то делать. Слушай, ну смотри, мы тут оторваны от грузинского кино, а в Грузии российское кино можно увидеть? Грузинское кино можно, в основном на DVD, конечно, на DVD, ну и плюс то, что скачивают по интернету, это везде происходит. То есть интернет нарушает планы политиков, да? Да, 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 и смотрят, смотрят, и я помню реакции на фильм, на многие, многие фильмы. Один фильм, я помню, после этого, долго не жил в Грузии, был в Америке в это время, но один фильм, я помню, был прокатит, был российский фильм, с легким паром, номер два. Ну еще, да. Слушай, скажи, пожалуйста, мы поговорим о фильме «Прогульщики» или «Стрит Дэйс». Почему ты решил, что эта история должна быть перенесена на кинопленку? Чем тебя привлекла вот история этого «Чеки»? История «Чеки» привлекла, потому что для меня это история о каком-то благородстве, которое переживает большой кризис. И я думаю, что это какая-то аллегория и моей страны, мне так кажется, что это какая-то страна, у которого есть история, есть прошлое, есть очень много качества, она, которая проходит через очень трудный процесс становления. Мне казалось, что вот этой историей можно как раз показать страну, какой-то портрет психологической страны, города в этот период. Плюс сама история людей, которые стоят на улице и ничего не делают, для меня кинематографично интересное понятие. То есть я чувствую, что там можно сделать какое-то кино динамичное. То есть я там в этом смысле, голова работает как одного числа, как режиссора, который думает о визуальной стороне фильма. С другой стороны, как человек, который хочет этот фильм сказать. То есть эти две компоненты для меня совпали, и я думаю, что это фильм про так, как я вижу ситуацию уже сейчас. Я вот бывал в Билиси и не раз, и сейчас меня поражает, что в городе есть прекрасные улицы, дизайнерские какие-то очень красивые, очень модные кафе, прекрасно одетая молодежь, играет музыка. То есть вот в Билиси есть очень много районов, которые выглядят как абсолютно такой, знаешь, как какой-нибудь город где-нибудь в Южной Европе, там, Испания, Португалия, тоже такой южный, красивый, подсвеченный, теплый. Но при этом в твоем фильме ничего этого нет. Есть какие-то вот обшарпанные дома, мрачные улицы, вообще такое немножко вот визуальное решение, такое немного депрессивное. Почему ты вот решил не показать ту сторону Билиси, а выбрал вот эту именно? Ну, я показываю то, что болит, наверное, и мне это, я показал, потому что эти улицы, которые я снимал, я думаю, соответствует тому духу фильма. Поэтому в следующей картине я соберет показать другой Твилиси. Вот я сейчас пишу сценарий, я хочу показать другой Твилиси, и он не будет таким красочным, но он будет современным. То есть там будет новое здание, которое, мне кажется, то, что с архитектурой там происходит, вообще для меня очень больной вопрос. Мне кажется, что исчезает старый Твилиси, и это другое явление. Но я с тобой согласен, можно показать, там есть другие вещи, там есть позитивные вещи, и которых можно затронуть свободно. Просто в этом фильме была бы другая цель. Это фильм о какой-то боли. Ну да, знаешь, я даже, когда меня спрашивают, какой жанр этого фильма, я говорю, это такой дебилистский нуар. Ты согласен с таким определением? Может быть, может быть, да. Слушай, ну вот я знаю, что ты учился в Афгике, ты учился в Нью-Йорке, в киношколе. Вот в какой все-таки степени ты чувствуешь свою привязанность именно к корням грузинского кино? Потому что ты получал очень такое международное кинообразование. Международное кинообразование как раз помогло мне найти мою связь с грузинским кино, я так думаю. Потому что в том же Нью-Йорке вот мой педагог, который был Борис Фрумин, он как раз вот помог мне найти, он помог мне понять, что нужно работать в том материале, в том материале, который тебе близок. Такой материал для меня, грузинский материал, который уже связывает меня с грузинским кино. И он мне пообъяснил, что, в принципе, хорошее кино – это когда трагедию рассказывают со смехом. И он сказал, что грузинское кино в своих лучших проведениях таким кино является. И поэтому, то есть, по многим причинам, и просто как раз образование, хорошее, серьезное образование, мне помогло понять, что я принадлежу грузинским кино. Ты говоришь про трагедию рассказывать со смехом. Мне так как хотел спросить, что твой фильм, он, в общем-то, рассказывает трагичную историю, но там постоянно появляется элемент какого-то такого черного юмора, немножко абсурдистской комедии. Это изначально так было задумано или тоже возникло в процессе съемок, что какой-то тон вы нащупали? Нет, на уровне сценария это уже было. Это уже было, и это была задача. И я верю, что если грустную историю рассказывать со смехом, она от этого становится не менее грустным, она просто более интересна. Все традиции хорошего кино к этому и есть, ведут. Потому что для меня и великое итальянское кино, допустим, и российский фильм, который я люблю очень, понимаешь, они все сделаны так же. Да, там всегда большая боль, но она все это рассказано с юмором, я считаю, да. С юмором, с теплотой и задачи более позитивные. То есть, чем, да, ты ставишь боль, ставишь проблем, но делаешь это с какой-то теплотой, я так думаю. Слушай, ну я знаю, значит, многие режиссеры, закончив такую Нью-Йоркскую школу, стараются перебраться тут же в Лос-Анджелес, и там ходят по студиям, пытаются найти работу, и ты все-таки решил вернуться в Грузию. Причем, что, в общем-то, киноиндустрия, там, в общем-то, так, не в самом лучшем состоянии. Почему ты вот принял такое решение? Знаешь, это такой довольно прагматический выбор, потому что, да, я, в принципе, такая типичная американская, американский путь, это закончить хорошую школу в школу, снять короткий метраж, который попадет в Санденс, и снять первый индепендент фильм в Нью-Йорке, и потом попасть в Голливуд. Я, в принципе, две ступени прошел, я учился в хорошей школе, снял фильм, который попал в Санденс, и следующий этап должен был быть фильм в Нью-Йорке, но в это время предложили грузинский фильм. Я хотел, в принципе, в Нью-Йорке снять фильм, но про грузинских иммигрантов, заметь, но Грузия, выбор снимать в Грузии для меня просто естественный, потому что я считаю, что режиссер должен работать с материалом, который он знает. Я не тогда совершенно хорошо знаю Америку, чтобы снимать американское кино. Я там, там нужно было родиться или, по крайней мере, поражить, не знаю, 30 лет, чтобы понять текстуру довольно хорошо. Единственная текстура, которую я знаю достаточно хорошо, это грузинская текстура. И там только я могу делать фильм, поэтому я вернулся там, где мне интересно работать. Слушай, вот мне кажется, твой фильм, он просто напрашивается на американский ремейк. Если предложат снять американский ремейк твоего фильма «Согласишься»… Если мне предложат снимать, допустим, историю в Техасе, да, с американскими актерами, я бы отказался, потому что я не уверен, что смогу ее сделать интересно. Я не уверен, я не думаю. Я могу там камеру поставить, допустим, грамотно или смонтировать что-то, да, но той эмоциональности не будет. Я уверен в этом, и получится немножко такая механическая работа, которой мне не хотелось бы. Кинем настолько сложная штука, что еще работать и не получать удовольствие не стоит, по-моему. Удовольствие получать, когда это все касается тебя, когда… На уровне композиции, когда ты чувствуешь эмоциональное содержание фильма, на уровне даже композиции, я думаю, не только про интонации. Кадр строишь уже исходя из фактуры, мне так кажется. Следующий проект я его пишу, я надеюсь, будет в Твилиси, потому что я считаю, что Твилиси сейчас очень интересная среда для кино, в смысле истории, в смысле драмы, которые там есть, и комедии в этой смысле с этим. Я думаю, что если будет возможность просто финансово снимать там кино, там можно сейчас делать очень интересное кино, очень интересное кино, потому что там все это на поверхности какой-то, и там это очень-очень важный, странный момент, который нужно уловить. Ну что ж, тогда желаю успеха с новым Твилисским проектом, буду ждать.